Всем привет, друзья, с вами VJDream. Надеюсь, вам понравится данное видео, и вы поддержите его лайком и комментарием, мне будет очень приятно. А также заглядывайте на стримы. Все необходимые для этого ссылки в описании под видео. Не забудьте выключить свет и одеть наушники. Так страшнее, ведь на ваших экранах ужастик. Подписывайтесь и берите всё самое необходимое и самое вкусное. Желаю приятного просмотра. Бугагашеньки. Поехали! Он присосался к шее, короче, полностью всё изменив. Каду — это, получается, такая живая хренотня, да? То есть, своего рода такой паразит, который... Каду же как раз этих слезняков и прочего втиранов-то и вживляли, насколько я знаю, и получалось... Они как, они брали тирана, вживляли втирана этот каду, потом они брали этот каду из тирана, вживляли ещё раз, и получился немезец таким способом. Это же был уникальный тиран, но это фигня. Они его не продолжили, потому что там один человек на миллиард обладал этой иммунитетом, который мог выдержать этот каду, короче. Поэтому немезецов было так мало. Вы знаете, похож на чайный гриб. Я думаю, все такие пили, которые в молоке такой живут. Есть ещё в чае, есть в молоке, молочный гриб, чайный гриб. Примерно одинаково. Я думаю, видели такие в трёхлитровых банках? Растёт такая непонятная биомасса. Где-то пьют. Я это пил, кстати. Довольно неплохая штука. Говорят, очень полезно. Да, я сейчас почитаю на столе записку. Я просто смотрю картинки, мне прикольно тут походить. Я вижу, на столе целая куча записок. Я вначале поглазею на всё. Это она со своей дочкой, да? Симпатичная, на самом деле она. Миранда. Да нет, нет, я понял про записки. Сейчас, 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 почитаю. Это кадау, знаете, он похож на... Он похож на какого-то... Вот, эмбрион человека. Но только... Только очень стрёмного человека. Получается, они делали надрезы. Вживляли, что ли? Подожди, что, что вот этого? Зачем? Так, это она и дочка. Она доктор, врач, кто она там? С гирургом, кто она? Кем она раньше была? Вот она справа. Это вот это вот всё выращивание. Вот они плодотворили клетку. А, так она по факту и есть, этот каду и есть человек. Это есть эмбрион. То есть, не зря он похож на человека. Ну, очень отдалённо, конечно. Но вы поняли. Типа вот эта голова, это тело. Это типа ноги, это типа руки. А это типа хрен пойми что. От росточки. И она вот здесь вот проводила все эти эксперименты. Она не врач, этот лабораторный врач, как я. Профессор, короче. Вот, они изучают Ювелину, получается. Она работала как раз там, где была Ювелина. Помните, вот тоже? На Довелине же проводили эксперименты в седьмой части. И они же её как раз перевозили. Это, может, небольшой спойлер, но не суть. Я думаю, что те, кто смотрит восьмой, наверное, седьмой уже видели, да? Уважаемая Миранда, обращу прощения, что не прибыл к вам лично. Я бы с удовольствием вновь посетил вашу тихую деревушку, но, увы, я очень занят. Впрочем, вы бессмертная дама. Вы сейчас едва ли вспомните бедного студента-медика, умирающего на снегу. Я высоко ценю открытия, сделанные мной 15 лет назад, когда я жил в вашей деревне. Ваши опыты вдохновили меня, а до разформации человека путём внедрения в него организма поистине гениально. Это, знаете, это как будто бы всё происходит до того, как вообще, в принципе, весь резидент появился. Ну, такое вот чувство, потому что тираны они как раз делались с помощью вживления организмов. Я понял, что эти знания помогут мне открыть следующую ступень эволюции человека. Пережив две бровые войны, мы стоим на грани третьей, и я исполнен решимостью. Однако за время наших долгих ночных бесед я осознал, что ваши цели отличаются от моих. Вы надеялись воскресить одного человека, я же намерен изменить мир. Ваши опыты с плесенью не помогли бы мне добиться экспотенциального распространения инфекции. Я решил, что вирус будет более эффективен. Вот почему, моя дорогая, я покинул вас. Я до сих пор сожалею, что не попрощался. Простите, что ворошу прошло, я же пишу, чтобы сообщить вам приятную новость. Я нашел ключ к эволюции, это прародитель, вирус из Африки. Вместе с коллегами и друзьями я открою фирму для изучения вируса. Я назову ее, я только что как раз сказал, что это наверняка до того, как... Я назову ее Амбрелла в честь символа из этой пещеры. Ууу, теперь все встает на свои места. Вот как этот символ туда попал. Амбрелла его сделала, это Амбрелла спиздила его. Я на шаг ближе к реализации моего плана. Очень сильно вдохновилась. Надеюсь, вы однажды тоже добьетесь цели. Вы многому меня научили, я буду обязан вам до конца жизни. С уважением, вашей вечной последователь А... Азвелл Е. Спенсер. Спенсер, здесь? Не может быть. Крис из отряда Старс это я знал изначально, да, 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 да. То есть это еще тот момент, когда все... Когда Амбрелла, грубо говоря, еще не была плохой, если так можно вразиться. И Крис еще как бы не в курсах, вот что он делает, а почему он себе это помогает. Вот оно как. А БСА это организация против Амбреллы. Вот оно как. То есть это приквел. Получается. Да, я правильно. Сиквел это после, приквел это до. Это приквелы всех резидентов, да, грубо говоря. Седьмой и, соответственно, восьмой. А Эвелина это вот то... Это как изначальный, грубо говоря, если так можно вразиться, вирус. Ну, типа, она вот была первой. Потом она в ее дочку, в свою дочку всадила. Благодаря этому она стала выращивать вот этих вот коду, которых она стала экспериментами всаживать во все это говнецо. Ну, собственно говоря. Но у нее были свои мотивы. Она хотела возродить дочку. Она искала оболочку, чтобы возродить дочку, всаживая коду во всех этих, создавая их. Ясенько понятненько. И вот это неудачно, 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 неудачно. И, собственно, в этой Розе, ну, которая дочка Итана и Мия, которые не особо-то обычные люди так контактировали с плесенью. А Мия, как мы знаем, она как раз была одной из работниц, которые перевозили вот эту вот девочку. Тогда, видимо, что-то и произошло. Ну, мы, собственно говоря, уже видели седьмую часть. И поэтому Роза стала такой. Роза все это приняла, родилась, получилось вот такой. Она родилась как раз от уже зараженной Мии. Ну, в общем, понятно. Все начинает складываться на свои места. Пишочки. Только вопрос, как они впишут Розу в историю, ведь есть еще проект Воскрес. Не знаю, что это, но я, скорее всего, думаю, может, немножко отчасти перепишут канон. Но тут начинает все прям складываться на свои места. Вот, видите, сколько этих самых коду. Огромная куча. Эти хреновины они вживляют в людей, чтобы получать непонятную... Ну, понятную, но непонятную хренотню. Вообще, она довольно симпатичная. Вот. А вот эта справа, это не Мия или часом? Это Эвелина. Вот это справа. Это не Мия? А, Вескарс. А, Вескарс. Ну, я просто не знаю. Я говорю, я не очень прям вот так вот глобально знаю лор. Ну да, Мия же работала у них, понятно. То есть Мия знает, кто такая Миранда и все такое. Ну не, ну теперь все прям складывается... Ну, логическую цепочку. А это, собственно говоря, Эвелина. И теперь понятно. Она была одной из самых-самых-самых основных. Миранда, это та, кто помогал стать одной из самых-самых основных, сама того не подозревая. Ясно, понятно. Моя Ева. Прошло сто лет с тех пор, как я тебя забрала... А, прошло сто лет с тех пор, как тебя забрала Испанка. Тогда я была бессильна. Но теперь я воскрешу тебя с помощью Мегамецилья. Ммм. Это еще с тех пор, значит, получается, она все живет, она же бессмертная. И вот почему она... Она все это изучала, у нее началось что-то получаться, она решила, тут подвернулась роза, потому что так-то и так-то. И Мия была там, заразилась, когда все это происходило. И со всего этого начали этот вирус распространять, ну не распространять, а изучать. Потом все пошло по пизде. Вирус вырвался, пошла эпидемия, вокруг появились зомби, и все прям мур-мур-мур, кис-кис-кис, мяу-мяу-мяу, всех съели. То есть как раз вот второй, первый, все это начинается, и так далее. И мы видим то, что получилось в итоге с этим вирусом уже после того, как... Считай, ей уже больше ста лет. Ну да, да, нет, так как бы да, она же бессмертна по факту. Но если ей не помочь умереть, то, в общем-то, я так понимаю, она живет вечно. Так, я испытала регенеративные способности твоей новой оболочки. Я расчленила и оживила ее в чаще гиганта регуляторе Мегамецилья. Осталось лишь срастить ее с Мегамецильем. Наконец пришла пора церемонии. Потеряв себя, я сходила с ума от горя. Забрела в какую-то пещеру, чтобы умереть. Так сильно я хотела одно себя увидеть. Там я нашла его. Мегамециль. Случайно. То есть вирус был реально открыт случайно, получается, да? Я коснулась черного вещества, и мой разум переполнили знания. Мегамециль расширяет и поглощает сознание умерших. Я поняла, что если он хранит и твой разум, я смогу тебя воскресить. Нужна лишь подходящая оболочка. Обернувшись в деревню, я вживила плесень Мегамецилья в жителей. Это позволило управлять ими и ставить опыты. Я проверил эксперименты на сотнях людях, чтобы найти для тебя идеальную оболочку. Я даже попытался увеличить шансы, создав паразита под названием Каду. Но ни один из опытов не дал результата. Кое-как, например, Альсина были близки к идеалу, но большинство стало оборотнями. Вот так эти оборотни все и появились. Хайзенберг, чтобы все это предотвратить, пытался этих оборотней сделать более крутыми, чтобы была армия против Миранды, и он не хотел быть вот этим только просто подопытным. В общем, понятно. Однажды ко мне обратились организация и пообещала помочь. Я думала, я дала им образец плесени и твоей ДНК. Они создали Эвелину, и это был провал. Хотя не все так плохо. Благодаря им я узнала о существовании Розы и поняла, что она идеальная оболочка. Мне пытались помешать, но я сумел убедиться в ее пригодности. Мои опыты наконец завершены. Ева, я много лет ждала твоего возвращения. Логично-понятно. Все логично-все понятно. И понятно, почему Хайзенберг все это делал. Потому что он, в общем-то, понял, что нахер ему все это надо, пошло все в жопу, я сам по себе. Хочу власть, не хочу так... Не хочу быть просто тупо марионеткой. Кукри. Руки наверх! Зероглазый, я Альфа. Еще видишь Миранду? На месте церемонии. Пока не уходят, чего-то ждет. О, черт. Это правда ты. Рад тебя видеть, Мия. Что произошло? Меня поймали. Ставили опыты. Что, ты сказал Мия? Так точно. Как у вас обстановка? У нас тут война во всем, но мы справляемся. Не отвлекайтесь. Следуйте плану, я иду к месту церемонии. Стой. Не бросай меня. Черт, ты же клялся, что ты защитишь всех нас. Мы переехали сюда. Сделали все, как ты просил. Я не спорила. Лишь бы мы были вместе. Говори мне, где сейчас мой муж? Где моя дочка? Итан, он мертв. Я не спас его, но спасу Розу. Идем. Надо увезти тебя. Что значит, Итан мертв? Погиб. Послушай, Мия, нам нужно идти. Все скоро взлетит на воздух. Нет! Ты не прав. Я думала, что не придется, но... Ты не понимаешь, он особенный. Я не знал, что нельзя будет читать записки после этого. Он, получается, не умрет. Сейчас вернемся, почитаем записки. В чем проблема? Что происходит? Тут кто-то есть. Как холодно. Как я сюда попал? Сука, как холодно. Черт. Мое тело. Ты такой, дурак. Эвелина, ты тоже здесь? Ты мертв. Мертв? То есть... Миранда... Она... Нет. Я должен... Спасти Розу. Нет. Миранда ни при чем. Ты... Уже давно мертв. Такая веселая при этом. Я же могу... Видишь, Миранда не убила тебя. Разве тебе это не кажется странным? Что любые твои раны заживают... Казалось, да. Три года назад. В доме Бейкеров. Джек, тебя... Убью. Ты умер там. Три года назад. Это... Это невозможно. Бред. Ты не должен, по идее, тут расхаживать. Хватит пудрить мне мозги. Ты должен быть мертвым. Пошла ты! Миранда... 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 Но... Тогда кто же я? Я... 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 Я это сделал. Роза... Миранда... Я... Теперь дошло, ты целиком состоишь из плесени. Так что ты больше не увидишь свою семью. Семью? 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 Нет. Роза... Я... Я... Я должен... Спасти... Дочь. Но ты уже мертв. Мертв! Ха-ха-ха! 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 Ха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Я... Спасу... Ха-ха-ха! Свою... Дочь! Ха-ха-ха! Я догадывался, что он не особо уже человек, вот честно. Ну, потому что, блин, ну это очень заметно. Пока для меня не было каких-то прям лютых поворотов, потому что до всего, по сути, догадывался. Разве что, кроме того, что эта бабка тоже была Мирандой, это я не догадывался. Мы потом вернёмся и почитаем эти записки в конце игры. Там сохранение, я просто оставлю на неё и всё. Чуть-чуть допройдём, прочтём записки. Очнулся, наконец. Где я? В моей повозке вам снился кошмар. Герцог? Отменная была битва с Гейзенбергом. Но кто же знал, что я ведь с Эмираном? Давно я в отключке. Да полагаю, с рассветом. Герцог, прошу вас. Мне надо к Миранде. Я это предвидел, и мы уже туда едем. Даже подъезжаем. Спасибо. Это на вы совершенно уверен. Боюсь, что вы развалитесь. Да. Да, глупый был вопрос. К слову, о глупых вопросах. Кто вы, герцог? Я и сам не знаю ответа. Приехали. Мне тоже было интересно, кто он такой. За мной должок. Мистер Уинтерс, к прежней жизни вам, боюсь, уже не вернуться. Вы готовы? Да, выбора нет. Почему я не могу себе эти три пальца обратно отрастить? Надо идти. Я ведь весь из плесени. Мне тоже очень было интересно, кто такой герцог, честно сказать. Потому что я вот вообще не понимаю, кто ты такой. И как его повозка едет, у него что-то нет ни лошадей, ни чего. Ладно. Я просто не буду сохраняться на моменте с Кайзенбергом, а потом мы просто да пройдем эти пять метров и прочитаем эти записки. В лавке герцога вы найдете все, что нужно для решающей битвы. Так, ну все, я вроде бы все купил. Реально, все, что надо мне я купил. То есть все. Пора прощаться, мистер Уинтерс. Это ваш последний шанс. Ваше путешествие завершается. Не хотите шикануть напоследок? Да тут непонятно, сам он по себе или предавал он ее. Коду на нем нет. Нет, я понимаю. А может и есть, откуда мы знаем на самом-то деле. Про него мало информации. Может в нем есть коду. Может он просто какой-то особенный чувак. Откуда ты, например, уверен, что в нем коду нет? Про герцога нигде ничего не написано, я так понимаю. То есть это персонаж, который, грубо говоря, остается не изучен. Может быть как-то потом объяснят. Сегодня я в последний раз посмотрю вам след. Ну давай. Возьмем всякие плюшки. Мы все купили. Все необходимое затарили. Ну, у меня вроде бы все есть. Коду были созданы матерью Миранды, которая подвергла паразитическим нематод воздействию. Но это я тоже знаю. Ну, удачной охоты, сталкер. Ну что? Собственно говоря, то, к чему мы все это время шли. Этого сундучка тут, кстати, больше нет. Ну что, ставим вставки сколько раз? Сфидит? Слышь? С первого раза пройду. Ну ладно, может со второго, учитывая то, что я не знаю нюансов. Я ставлю на раза два-три. Ну, два, скорее всего, точно. Потому что первый раз я просто не знаю, что делать. Второй раз я уже буду знать, что делать. Отвали. Отвали. Надо идти. Вперед. О, юная Элла. Моя прекрасная дочь. Иди ко мне. Ева. Ева. Это ты? О, я так по тебе скучала. Что? Почему я теряю силы? Роза! Миранда! Интересно, у тебя необычное тело. Отдай мне Розу. Слышишь? Ничего. Я убью тебя правильно. Вперед, давай! Пусти! Я приближала этот миг всю жизнь. А ты хочешь все вот так разрушить? Я свое заберу. Я исполню свою мечту. Нет. Роза! Моя! Что за хуйня? Ты исполнился. Ты истрибил мое лучшее потомство и пробудил великий миг мицердер. Да, я так и знал, что я именно для этого и делал все это. Не тревожься. Уверяй, со мной она познает настоящее счастье. Теперь ты можешь умереть спокойно. И навеки. Слушай, я не хочу. А если вот так? Я против. Девушка, извините, пожалуйста. Я отказываюсь. Тебе ничего. Да, кроме тебя. Я покончу с этим. Я понял, я понял, я понял. Угадай, блин, почему я не сдаюсь умирать, как ты не очень хочешь, ты знаешь ли. А ты чё не сдаешься, а? Давай поговорим о тебе. Чё ты не сдаешься, мразь? Я хорошенько позабочусь о грузии. Спасибо, спасибо больше, спасибо больше. Благодарю. Благодарочка, благодарочка. Благодарочка. Слушай, давай. Почему бы и нет? Ты не знаешь, как сильно мат любит своё дитя, верно? Почему ты решаешь мне? Чёрт. Так, так, так ты тебя дойдёт. Что роза моя, дождь, они твоя. Охренеть. Так, подожди, суши. Паукан переросток. Ебаня! Меня кусают. Господи, люди гиги, я не понимаю арахнофобов, вот почему они пауков боятся. Умри, чтобы человек жил, не снять. Выпусть опять один из нас. Ну, вообще-то, как бы я уже и не человек давно до нас. Умри. У меня явно не сердце. Я буду хорошим адвокатом. Блин, да ёб твою налево. Сучка ты такая. Она очень муторно прыгает. Слушай, тяжёлый босс будет, у него все надо выучить. Ой-ой-ой. Что ты делаешь? Да, но она же только снесла тебе крышу. Может, это тебя убьёт. Давай не будем пробовать. Нам не раз не эксперименты, блядь. Рано или поздно, все мы уйдём. Ну вот, давай ты начнёшь первое. А я там лет через сто потом. Хотя, отчитывая то, что я весь из плесени. Это может быть даже и через 500. Я ведь правильно делаю? Я просто по ней стреляю. О, бери ты, мигами цель. Услышь мою молитву! Ебать колотить. Это чё за херня? Умри, блядь. В это стрелять надо, что? Что происходит? Ёб, твою налево. Я понимаю, твою чувство выбора. Но он помогает, но жизни всё равно уменьшаются. Причём довольно нехило. Третий раз. Ты исполнил свою роль, Уинтерс. Ты истребил мое лучшее потомство и пробудил великими мицелиями. За крошку розу не тревожься. Уверяй, со мной она познает настоящее счастье. Теперь ты можешь уменьшить спокойно. И на ней. Нет уж, ты не уйдёшь. Не сопротивляйся. А вот и я. Тебе нечего нравиться. Я прошёл игру на Харди без блока. Не то, что некоторые. На обычном сблоке. Э. Такое себе. Ты не знаешь, как сильно мат любит своё дитя, Ер. Ещё не прошёл, но... Почему ты мешаешь мне? Шёрт. Я когда-то тебя дойдёт. Что роза моя, тошь они твоя. Береж жизни всё равно падают, а нифигово. Я покончу с тобой. Может быть, на среднем не падает, но... Но на Харди только в путь. Они, несмотря на блок, всё равно нормально снимаются. Сейчас всё закончится. Она через блок пробивает, как я только в путь. Да, поменьше, конечно, спора нету, но... Я впервые вижу, чтобы человек жил без сердца. Всё равно больно. Вдруг ты всё-таки один из нас? В мигами цели вытащил меня из пучины отчаяния. Он даровал мне эту чудесную силу! Зря я тебя читал в этот момент. Ах, ну она же только снесла тебе крышу! Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Не, просто, видимо, на среднем блок и правда помогает 100%. Не спорю, но... На Харди нет. Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Ну, средний он как бы для пусечек, поэтому оно такое. А Хард, он взлёг крутого стримера. Вот это я прям понимаю. Ох. Ох. Великий мигами цели! Услышь мою молитву! А? Так! Ну, вот от этого только разве что, да, действительно только блок. У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у. А ты, Уинтерс, можешь смело верить мне в свою свою... Отдохни. Чёртос два! Умри, 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 умри. Я верну свою дочь! Я понимаю твои чувства, Уиндерс. Честные слова. Но ты все равно не понимаешь. Срастив розу с мигамицелием, я смогу наконец возродить свою дочь! И я жду вас в столетии. СТОЛЕТИЕ! Все ради этого дня! Главное, она втирает мне про свою дочь и говорит, почему я сопротивляюсь, потому что это, блядь, моя дочь. Рано или поздно, все мы умрем. Главное, она втирает мне про свою дочь. Почему ты мне мешаешь? потому что моя дочь дурак роза моя дочь больная ты тварь на принципе сам ответил ей я смогу нельзя чесать нос момента когда это теряешься с боссом нельзя так делать нельзя это цели несообразно может ты и есть главная проблема ведь не способна никого любить спасибо за пиндель одобряю лет небольшая конечно проблемы тут происходит с тем что у меня патроны заканчиваются ладно мне еще очень нихеровый блок снимает хп прям пипец вообще так ну что у меня осталось только снайперская винтовка и револьвер револьвера больше тоже не осталось теперь только снайперская винтовка ты еще на ногах сейчас все закончится моя мечта восходится как хорошо что я прокачивал не сопротивляйся если бы я не прокачивал была бы такая жопа так 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 ну да у меня больше чё кроме снайперки не осталось ладно снайперка что-то хорошее принципе вот это надо и боже а к чему это несмысленное больно это жизнь почему ты еще ошибка это твоя смерть Итан Уинтерс Интен Скидк чтобы ты еще с нас а в глаз ей 3 На носке же это глаз, да? Моя зема! Роза! Тихо! Тихо! Роза, всё хорошо! Всё хорошо! Ну да, я точно такой же, я так же разваливаюсь из плесени, как и все эти монстры, которых мы убивали. Итан! Так и розы ведь тоже необычные. Итан! Ну же, Итан! Давай, Итан, очнись! О, нет! Крис... Итан! Ты вышел, всё кончено. Похоже, всё кончено и для меня. Итан! Надо идти! Нам никогда не показывают лицо Итана? Там бомба к этой хреновине прилеплена. Интересно, надеюсь, она взорвёт всё вот это вот. Итан, шевелись. А в этой штуке бомба, которая взорвёт к чертям всю деревню. Смотри на меня! Нам нужно убраться, прежде чем взорвать. Чёрт! Тебя ждёт Мия. Она жива, слышишь? Жива! Мия... Я люблю тебя. Прости. Береги розу, Крис. Эй! 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 Сам ей скажешь. Ну же, идем. Мы уже близко. Не бросай ее. Пусть растет сильный. Что тебе? Прощай, моя девочка. Эйтан. Роза! Вверх! Вверх! Поднимай нас! Стой! Где Эйтан? Быстрее! Сейчас будет взрыв! Нет! Нельзя лететь без моего мужа! Мия, сядь и пристегнись. Сначала ты скажешь мне, где Эйтан! Он бы нас не бросил, я знаю. Скажи, что случилось! Где... Что это? Сказал же тебе, сядь. Нет. Где Эйтан? Крис? Что ты сделал? Он мертв! Прости. Он остался и спас всех нас. Я не смог. Альфа. Взгляни на это. Бесы прислали не солдат. Это биооружие. Да они с ума сошли. Жду приказа. Подбери наших бойцов. И курс на европейский штаб БСА. Они заплатят. И курс на европейский штаб БСА. 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 Ты, Даров, взяла с полуна Теперь ты нам должна И она заперла девочку в зеркале Родители искали дочь целый день И, наконец, нашли Похваченный гневом, папа бросился на ведьму А мама нежным касанием развеяла злые чары Но ведьма была сильна И папа крикнул, спасай нашу дочь Мама с дочкой побежала прочь А лес охватил пожар Пепелище и поныне напоминает о жертве, которую принес отец И до сих пор всем детям Кто слишком долго смотрит на выжженную пустошь Снятся кошмары Как они пошли собирать ягоды И заблудились в лесу Музыку придется пропустить Потому что, ну, вы понимаете Как думаешь, мальчик сможет коснуться Луны? Коснуться Луны нельзя Она далеко А вдруг у него есть ракета? Ну, тогда коснуться можно Но ему будет там холодно Ну, ты и глупышка Думаю, Луна не похожа Что очень похоже. Папа. С днём рождения. Прости, что я пропустила целую неделю. У меня скоро куча тестов. Ну, ты всё знаешь. Ну вот, стоит лишь только вспомнить. Извини, мне пора. Люблю тебя. Нашёл её. Да, там. Ну да, сегодня. Нужно решить проблему. Тебя ждут. Эвелина. Не смей меня так называть, понял? Эй, эй. Я пошутил, Роза. Я могу показать тебе такое, что даже Крис ни разу не видел. Она на мушке. Отбой. Всё под контролем. Подросток же. Роза, соберись. Возьми себя в руки. Знаешь, ты вся в него. Я знаю. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну это понятно Тут как бы Дедукция А почему он? Ну по факту Почему он в принципе Должен умереть? Он определенно непростой парень Это определенно видно Его девчонка, дочка точно так же Герцог похудел Такой подкачался И его девчонка Тоже ясное дело необычная Нам дали это понять Вполне себе такая необычная Но это и так логично Потому что как она родилась И учитывая кто она Ясное дело она не просто человек И понятное дело Что и Итан тоже не просто человек И я об этом реально догадывался Давным-давно Еще блин в седьмой части Когда играл Ну не просто он человек Ну логично Правда конечно То что его прям прибили Я не догадывался Но в любом случае То что он уже далеко Не простой человек Это было ну очень очевидно Я уж не знаю Они из этого прям собрались Сделать какой-то Вот у ту поворот Хоть на кого-то он подействовал Потому что Ну хоть кто-то вообще Итана Как человека воспринимал Серьезно Я нет Я изначально уже понимал Что это не человек Ну то что он был когда-то им Но он явно Видоизмененный всем Чем только можно Там приблизили В свободной камере И там был Итан Он шел навстречу А значит они не уничтожили Мегамицилий А пропустили То что создатель Амбреллы Его спасла Миранда В общем-то и целом Касательно резика Скажем так Как человек Который играл во много резиков Ну ремейки конечно Но тем не менее Ну как во много Всего в два Как человек Который играл скорее Во много ужастиков Так будет более правильно Я немножечко Честно признаюсь И ждал От резика Больше хоррора Больше каких-то таких Именно выживальческих моментов Как бы так выразиться Сравните например Второй резидент Третий резидент ремейки Мне просто проще Потому что я их проходил Они есть на канале И сравните вот Восьмой Это другая игра Это Триндец Другая игра Она играется по-другому Она ощущается по-другому Она вообще Не такая Как резидент Когда играешь в резидент Ждешь вот что-то Типа наподобие Второго или третьего Здесь же Я даже не знаю Это Outlast Плюс Call of Duty То есть в хорошем смысле Опять же Но все равно Серьезно Да Алименты выживания Здесь есть Но игра максимально линейна В ней тяжело запутаться И В принципе Ну она вот От точки А В точку Б С местами категорически Нелогичными решениями На мой личный взгляд Страха Конкретно В восьмой части Вообще Практически нет Единственная Прикольная По поводу страшности Часть Была Вот с этой куклой И этим ребенком Это было классно Это локация Наверное Одна из моих Самых любимых Даже круче чем завод Завод визуально Был прикольный Но с точки зрения Лорности И обустройства Локация с куклой Мне очень понравилась Боссы Не сложные Эпично Красиво Выглядящие Обычные Мобы Были гораздо злее В целом Вся игра С точки зрения Сложности Особо не сложная Категорически сильно Тупые монстры Он их делает роботами Делает то Делает все А по факту Они никак не отличаются От самых обычных зомби Которые бегают с мечами Вот серьезно Просто они Выглядят более эпично И в них встроена Какая-то херня А по факту Это то же самое Блин Вот серьезно Один в один И это меня немножко расстраивает То есть Шкурку поменяли А принцип остался тот же Я не знаю Двоякое чувство Сама игра сделана круто Сама игра Проходится в принципе круто История интересная Все интересное Ни одного мега поворота Ни одного Чего-то неожиданного Для меня не было Они все это подавали На серьезных щах По факту Вот я вот До всего этого догадался Я не думаю Что я какой-то такой уникальный Я думаю Что все в принципе догадались Потому что Все настолько очевидно Что блин Я не знаю Ну Прям очевидно Вот серьезно Очень очевидно И кто это такие И зачем все это было сделано И что Итан уже не человек Только с герцогом Не понятно Кто он такой толком Ну это как бы Настолько важный момент сюжета Босс на заводе Самый эпичный Нет Все боссы Все сделаны Довольно круто С точки зрения Дизайна Атмосферы И чего-то вот такого Игра сделана вообще великолепно К этому даже не придраться Но это не Резидент Я конечно понимаю Что Может быть фанаты Меня закидают Но это Блин Ну не знаю Это не Резидент Это какая-то Мистическая Я понимаю Что это как бы Все связано Там плесень Все дела С точки зрения лора Там все это объяснено Но воспринимается Это не как Резидент Воспринимается Это как какое-то Знаете Ответвление от Резидента Вот есть канон Резидента Который идет По четкому Какому-то маршруту И есть вот седьмой Восьмой Резидент Которые идут вообще В другую сторону И вот как будто бы Это как бы Резидент Вот у них есть Одна общая такая херня А потом они разлетляются Вот что-то в этом роде Потому что Ну вот я как человек Который опять же Играл в первую И вторую Там ну вот ремейки Ну то бишь Во вторую и третью Вообще не Резик Это блин То что я сейчас прошел Это не Резидент Вообще Но игра от этого В принципе крутая То есть они могут сказать Что это было плохо Как-то так Но мне лично Не хватило страха Мне не хватило Знаете Когда ты идешь И ты боишься Потому что все-таки Это Резидент Какая-то мистика Какая-то дичь Зомборит Там везде и прочее Мне не было страшно В этой игре вообще Ну как-то вот абсолютно И Демитриаску Вот в чатике Многим понравилась Демитриаску Я не знаю Мне она лично не зашла Потому что во-первых Мне ее внешность Не особо так и понравилась Ну ладно Это дело вкуса Не будем на этом Застрять внимание Она не страшная Она не внушает ужаса Она ничего мне не внушала Да она Вообще я не знаю Она меня никак не пугала Вот вообще Ходит иногда по залу Появляется Ходится за 3 секунды Тупая как пробка 2 часа думает 3 часа Когти достает 5 часов попадает И это на харде То есть ну как бы Ну вообще Это было настолько просто Она не внушила Мне ни страха Ничего Потому что тиран Из второй и третьей части Сука реально боялся Его Демитриаску такая лапочка Вообще Не знаю По барабану А девушки эти Так вообще просто секс Я не знаю То есть они теоретически Якобы должны быть страшными Должны пугать Там ааа Они такие милахи Ну не знаю Мне они больше понравились С точки зрения Ну они блин Реально секси Ааа Так Соответственно Они меня вообще Никак не пугали Я наоборот Ждал с ними встречу Скорее Потому что Блин прикольные девчонки И в итоге получается Что Знаете С точки зрения хоррора Это как бы все таки Хоррор шутер Да С точки зрения хоррора Я ну балла 2 поставлю Мне вообще страшно не было Просто чтобы вы понимали Было пару скримеров И одна прикольная локация И на этом страх Абсолютно Полностью кончился Вообще Абсолютно Вот на полностью 100% Мне второй Третий резик Были в разы Срачнее Это конечно Не знаю Ну такое Но эпичность И уровня атмосферы Были круто сделаны Она женщина Огонь Огонь С огромной буквы Ну У нее разве что Кое-что огромное Определенное есть Но и мне Она не показалась Какой-то такой Я когда играл Думал что Миранда Это Мия Но нет Я Ты не поверишь Серьезно Я прям Не я не знал Что Мию подменили Но когда Вот в конце Я уже понял Что Мия точно будет жива Я вот не знаю Но я прям подумал Что это шаблонно Характерно И Мия должна быть жива Вау-ля Мия жива Я правда думал Что Мия Это наверное Тот кто создал Все эти там Ну ее использовали Для создания этой плесени Но нет Тут я оказался неправ Но я ожидал Что Мия будет жива Но я говорю Для меня Ни одного сюжетного поворота Не показалось Каким-то вах Сюжетным поворотом Все практически Я полностью предугадал Вот 99% Я игру Сложил себя в голове Именно так Как она в итоге оказалась Вот прям Все вот четко по шаблону То есть блин Не знаю Поэтому для меня Это все было Как-то слишком очевидно Все что там В конце происходило В общем такая знаете Игра прикольная Но категорически Неоднозначная Потому что Все таки это Хоррор выживастик Без хоррора А все выживание Заключается в том Что тебе нужно Отбегать Поворачиваться Стралять Отбегать Поворачиваться Стралять Отбегать Поворачиваться Стралять Повторить И так до конца игры И так абсолютно С любым Мобом Боссом То есть Все проходится Отбежал Повернулся Острельнул Отбежал Повернулся И никак не иначе Вообще не важно В конце прикольно было Когда дали пушку Криса И просто стреляя И делая что хочешь Вот это было классно В этом плане Однообразие Лютое И Опять же Хоррора Ну лично я для себя Не увидел Но при этом Все выглядит Дорого Богато Эпично Красиво То есть как бы Ну блин Ну 10 из 10 Точно не поставлю Но знаете Такая семерочка С половиной Хорошая Лично моя оценка Ну вот В общем Это неплохая На самом деле Оценка От нее Потому что Вот ну не было Того что Надо Но игра Неплохая Игра неплохая Это реально что Говно То есть Она хорошая А для фанатов Так вообще будет Самое Но это Все таки Не резик В том понимании В котором Понимает его Наверное Большинство Людей Это какой-то Ответвленный Резик Так Ну ладно Я пошел отдыхать Всем огромное спасибо Друзья За просмотр В принципе Про игру я сказал Все что думаю И Добавить уже Больше Нечего Надеюсь На ваши лайки Комментарии На то что вы Подпишетесь И будете Следить за стримами Это среда Суббота Воскресенье В 19.00 По МСК В принципе Ссылочки Есть Вконтакте Ссылочки Есть В описании Ссылочки Из шапки Канала Найдете Если что Все Всем удачки Спасибо что смотрели Надеюсь вам все понравилось Я пошел отдыхать Пока Давай